а что нет у нас ничего хорошего такой вот комментарий поступил какому-то из моих видео по моему министр говорит что мол я вот так вот саркастически описываю новости в российской медицине как бы тычу пальцем в убогого но во первых прошу заметить не я назвал наше здравоохранение убодим а автор комментария я ни в коей мере не тычу в него пальцем но к сожалению к сожалению общие тенденции действительно весьма и весьма печальные и вопрос не в том что тут нет ничего хорошего вот пожалуйста в москве например ремонтирует поликлиники очень красиво очень красиво ремонтирует поликлиники никогда таких красивых поликлиник не видел что хорошо то хорошо да безусловно другое дело что лично на мой взгляд красивая поликлиника сама по себе не обеспечивает качественного лечения и все-таки если даже поликлиника была бы не такой красивый но а коллектив врачей у нее был бы грамотный некомпетентный то в общем то лучше чуть менее красивая поликлиника но чуть более компетентные врачи если и то и другое то вообще великолепно и прекрасно но опять же вспомним недавно я опубликовал видео как в одной из очень неплохих поликлиник города москвы врач заявил что депрессии вообще не существует депрессии это все от лени и безалаберности а самое главное это работать взять себя в руки и тогда все пройдет ну да и антидепрессанты вызывают депрессию как прикажете это оценивать как положительный момент или как нейтральный может быть если не хватает елея и словословия то пожалуйста берете любой отчет минздрава любой отчет правительства российскую газету да вообще любую газету на сегодняшний день можете брать спокойно увидите как замечательно прекрасно великолепно и без наличия каких бы то ни было мировых аналогов развивается все в нашей медицине в том числе ну и в общем то в любую как в любой другой отрасли народного хозяйства если вас интересует реальная ситуация но это мое субъективное мнение в общем то каждый раз это подчеркиваю что я могу ошибаться но тем не менее некоторые тенденции которые вряд ли можно назвать положительными как например рост почти в два раза стоимости обучения медицинских вузов как сокращение количества врачей чуть ли не в полтора раза при параллельном росте прям таки взрывном росте удовлетворенности медицинской помощи но это же не я придумываю понимаете а как-то связать два этих факта вместе по моему великого ума не надо на там кресло которое там я не помню уже за сколько минут полностью обеспечивает все то что может дать полноценный восьмичасовой ночной сон но господа хорошие но это же действительно тут не надо вы же сами дали характеристику тыкать пальцем в убогого значит видимо воспринимается эта информация именно как какое-то убожество то что я ее не называю в общем то своими словами хотя очень хочется вот условно как раз таки тем что хотелось бы быть предельно корректно мы не тыкать как раз таки ни в кого пальцем но что я могу поделать если вы сами делаете такой вот это уже ваша продукция продукция вашей психики так что здесь камень ваш огород по поводу того если что-то хорошее ну да есть хорошие есть хорошие естественно медицина работает врачи работают людей лечат кто-то выздоравливает кто-то ходит ремиссию кому-то помочь не удается если мы постоянно собираем деньги на лекарства на препараты на расходные материалы на операции путем смс при том что в день тратится колоссальнейшие средства на средств на цели противоположные здоровья но это же тоже очевидно достаточно поэтому тут вряд ли проблема в том что я озвучиваю в том что я говорю а проблема в том что проблема существует извините за тавтологию так что вот так вот где-то ну а вообще есть замечательная русская поговорка вот пожалуйста замечательная русская поговорка видите когда есть хорошие всегда говорю не люба не слушай а врать не мешай поэтому не нравится в общем то никто не застанавливает вас слушать берете российскую газету или берете включаете первый канал наслаждаетесь тем как у нас все прекрасно и великолепно дополнительную информацию можете найти на первом канале российского телевидения ну или на нашем канале на портале youtube.com